Привет, сейчас смотрела редакция «Контекст» про турецкие выборы. Сын там с отцом спорит, сын выступает за смену регулярной власти, а отец ему приводит аргумент, мол, ты своей компанией управляешь с 2000 года, и что-то ты не спешишь никуда отдавать, менять в ней власть. И сын, в общем, не находится, что ответить, он говорит, это разное, это другое. На самом деле это известный манипулятивный такой принцип, когда сравнивают что-то не совсем сравнимое. Дело в том, что если сын будет управлять компанией неэффективно, она разорится, рынок съест ее, другие компании ее поглотят, и все, в жизни никого от этого не изменится. Если он вдруг начнет сходить с ума, и его сотрудники будут чувствовать какую-то там опасность, они просто уволятся, пойдут в другую компанию. Если его служба безопасности будет какая-то крышотечная, у нее есть управа в форму в виде милиции, полиции. И сравнивать эти вещи глупо, потому что очевидно, что компания – это просто средство для зарабатывания денег конкретным людьми, конкретным человеком или несколькими людьми. А государство – это, в общем, немножко другое образование, которое служит для того, чтобы организовать жизнь целой большой нации. Компания, в принципе, занимается узкими вещами, она только зарабатывает деньги, она не занимается неэффективными, какими-то невыгодными историями. Государство должно делать стоить наоборот, оно не должно зарабатывать деньги, оно как раз занимается неэффективными делами. Обучение детей, развитие этих детей, забота о стариках, забота об инвалидах, забота о каких-то вещах, которые никому не нужны. Человек шел по дороге, умер. Компания – это все равно, умер, умер. А государство должно заняться, взять этого человека, найти его родственников, похоронить за свой счет и так далее и тому подобное, чтобы трупы просто не валялись на улице. Или мусора это касается, или чего угодно. То есть сравнить напрямую государство и компанию вообще неправильно. Это абсолютно разные системы, которые, в принципе, предназначены для разного и существуют по разным принципам и по разным правилам. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою телегу, ставьте лайки, делайте репосты и не забывайте, Эрдоган выиграл выборы. Поздравляю тех, кто за него голосовал. Пока.